Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Книга и это новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с ежегодным обращением к жителям региона. Мы особенное внимание уделяем диалогу и коммуникации. Прежде всего это личные встречи и, конечно, самые разные форматы общения. В Видном состоялся традиционный прием депутата Государственной Думы Вячеслава Фетисова. Я поблагодарил наших жителей за то, что они вот так неравнодушно относятся к тому, что происходит. Наша съемочная группа побывала на занятии по йоге в Центре социального обслуживания «Домодедовский». Вот, хотя занятие называется йога, но, в принципе, мы так занимаемся больше йога-терапией. 7 июня губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с ежегодным обращением к жителям региона, коснувшись положения дел во всех важнейших сферах жизнедеятельности области. Глава региона обозначил наиболее существенные достижения 2022 года и назвал ключевые направления развития Подмосковья в 2023-2024 годах. Андрей Воробьев подчеркнул, что главная ценность Подмосковья – люди. Он рассказал о том, что сделано за время его работы на посту, а также о том, что предстоит сделать. Подчеркнул высокую важность активной коммуникации с жителями, получение от них обратной связи. Мы особенное внимание уделяем диалогу и коммуникациям. Прежде всего, это личные встречи и, конечно, самые разные форматы общения. Добродел, социальные сети, домовые чаты, электронная почта. Для того, чтобы в каждом городе видеть, что именно беспокоит наших жителей. Дороги, благоустройство, общественный транспорт, медицина, образование, ЖКХ. Опросы показывают, что это те сферы, в которых люди замечают позитивные перемены и одновременно с ними связано наибольшее количество задач. Что касается автобусного сообщения, это также чувствительная тема. На линии работают каждый день более 8 тысяч автобусов. Мы стараемся их обновлять. Слава Богу, у нас есть собственный в части географического расположения Ликинский автобусный завод. 2 тысячи автобусов мы за три года обновили. Эта работа ведется регулярно и постоянно. Во вращении губернатора несколько раз прозвучал Ленинский округ. В числе важных для муниципалитета проектов были отмечены реконструкция Каширского и Володарского шоссе, строительство пешеходного моста на станции Расторгуева. Также отмечена необходимость строительства подстанции скорой помощи в крупных микрорайонных новостройках Дрожжино и Суханово. Все объекты, которые у нас находятся в процессе стройки или готовы к завершению, конечно, будем, что называется, расшивать в моем отчете перед жителями, который состоится второй половине июня. И, я думаю, наметим те планы. Повторюсь, часть из них уже реализована, в том числе, в 2023 году. Часть обязательно сделаны. Что-то до 1 сентября, что-то до конца года. В обращении к жителям региона губернатор отметил, что он и его команда в своих действиях руководствуются идеологией лидерства. Ее суть, по словам Воробьева, в том, чтобы во всех сферах жизни люди чувствовали перемены, и эти перемены должны быть к лучшему. В Видном состоялся традиционный прием депутата Государственной Думы Вячеслава Фетисова. Вопросы, с которыми обращаются люди, разные. Но по всем народный избранник старается найти верные решения. О том, как прошла сегодняшняя встреча, расскажет наш корреспондент Юлия Пагасьян. Экология – это то, что по официальной статистике меньше всего волнует жителей Московской области. Однако именно от состояния окружающей среды зависит качество жизни и здоровье, в частности, будущих поколений. Вот и прием депутата Государственной Думы Вячеслава Фетисова. В этот раз был посвящен вопросу загрязнения рек. К народному избраннику обратились активисты Ленинского городского округа, которые попросили законодателя помочь решить эту проблему. Я поблагодарил наших жителей за то, что они вот так неравнодушно относятся к тому, что происходит. Мелее засоряются реки, речки. Проблема водоемов, она естественна, необходимо их очищать. С другой стороны, мы понимаем, очищать сегодня то, что завтра опять будет, так скажем, грязным. Тоже, по сути, выброшены деньги в воду. И я попросил, чтобы не политизировать эти вопросы, потому что это то, что должно нас объединять и ни в коем случае не разъединять. Да, и мы должны понимать, что от нас, от каждого зависит судьба наших детей и внуков. Речь на встрече шла о промышленных очистных сооружениях. Но, как верно отметил глава Ленинского городского округа Алексей Спасский, проблема намного глубже. В большей степени водоемы загрязняют частные лица, которые без всякой переработки сливают канализацию в реки. Частные домовладения, которые напрямую выпускают, вот вы вообще ничего об этом не сказали, а мы по несколько сотен тампонируем таких историй. У вас сеть разветвленная, давайте откровенно, да, как бы в территориях. Будем благодарны, если вы нам эту информацию будете давать, на самом деле, вот, вреда от этих существенно больше, чем от того, о чем мы говорим. А честно, они вот как-то очищают, да, как прежде, чем выкинуть эту воду. Здесь никто не очищает ничего, они просто прямо оттоков выкидывают. Поэтому с удовольствием примем вашу пользу именно в этом поспекту. Депутат Федерального собрания уверен, проблему надо решать на законодательном уровне. Для этого на встречу пригласили представителя Московского областного отделения Всероссийского общества охраны природы, которое возглавляет Вячеслав Фетисов. Исполнительный директор организации пояснил, какие меры уже приняты. Для того, чтобы принять какие-то решения, обосновать их, нужно мнение ученых заручиться поддержкой именно научного сообщества. Именно для этого в рамках работы научно-экспертного совета Всероссийского общества охраны природы, которые сейчас формируются. Этот вопрос будет одним из первоочередных на повестке заседаний. Соответственно, мы сейчас получим всю исходную информацию именно от жителей Ленинского района. Привлечем сюда уже экспертов федерального уровня, обсудим это на федеральном уровне. И дальше подготовим какое-то научное заключение, которое уже ляжет в основу законодательных инициатив Вячеслава Александровича как запутат Госдумы. Ведь проблема, которую сегодня подняли инициативные жители Ленинского городского округа, остро стоит по всей стране. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно этого. Недавно после ремонта открылся офис врача общей практики в Расторгуеве. Постепенно там начинают работать все больше специалистов. О том, что появится в стенах учреждения в скором времени, в нашем сюжете. В рамках проекта «Воездная администрация» заместитель главы муниципалитета Татьяна Квасникова посетила офис врача общей практики в Расторгуеве, недавно открывшейся после ремонта. На имя главы поступило обращение местного жителя Владимира Шевцова по вопросу работы физиотерапевтического кабинета. Оборудование физиокабинета Видновской больницы устарело и необходимо его обновление. Поэтому мы, Видновская больница, начала в этом году активно закупать для данных кабинетов оборудования, в том числе и в этот кабинет в Расторгуево. В настоящий момент руководство Видновской районной клинической больницы совместно с администрацией работает над привлечением нового сотрудника на вакантную должность. Дорогие друзья, если среди вас есть специалисты, которые могут работать в кабинете физиотерапии, приходите, вас ждет Видновская клиническая больница, ВРКБ. Мы с удовольствием вам возьмем. Тем более, что у нас есть целый ряд социальных мер поддержки в адрес медицинских специалистов. Сейчас в учреждении принимают врачи-терапевты, работает пункт забора крови и прививочный кабинет. Также с начала июня, согласно графику, на место выезжают специалисты узкого профиля. Что же касается обращения жителя, то подобные встречи позволяют наладить диалог и прямо на месте найти конструктивное решение той или иной проблемы. Я сразу отозвался по этому поводу, обратилась к Татьяне Юрьевне за помощью. Она помогла организовать. У нее было запланировано выездное заседание администрации, в котором она принимала участие. И на эту встречу пригласили и Осанова. Направления разные. Это и дорожно-транспортная инфраструктура, и содержание многоквартирных домов, и вопросы от жителей частного сектора по земельным каким-то вопросам, по сбору налогов. То есть у нас очень обширный такой спектр работы. Мы стараемся услышать каждого. Планируется, что в полную силу физиотерапевтический кабинет в офисе врачей общей практики в Расторгуеве заработает ближе к осени. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. 8 июня в России отмечается День социального работника. В преддверии праздника наша съемочная группа побывала в Центре социального обслуживания Домодедовский на занятии по йоге и пообщалась с инструктором Сергеем Армашовым, который помогает осваивать древние практики участникам программы «Активное долголетие». Поддерживать тело в тонусе – одна из основных причин, по которой бывшая профессиональная спортсменка Валентина Строганова занимается йогой. Кандидат в мастера спорта по фехтованию привыкла к ежедневным физическим нагрузкам. И даже сейчас, в свои 70 лет, старается поддерживать форму. Для меня важно, чтобы у меня сохранились мои качества, которые мне позволят в дальнейшем наклоняться. Мне безболезно все это делать. И тем более, что здесь очень хорошая атмосфера, очень теплый прием, и занятие доступное, понятно. У инструктора Сергея Армашова индивидуальный подход к каждому участнику. Нагрузка во время тренировок рассчитана с учетом возрастных особенностей старшего поколения. Для занятий практически не существует противопоказаний. А начать тренироваться можно в любом возрасте и с любыми физическими данными. У нас программа именно для людей старшего возраста. Хотя занятие называется йога, но в принципе мы так занимаемся больше йога-терапией. Это направлено на профилактику болезней хронических, которые уже присущи людям после 55. Это, скажем, остеопороз, метаболический синдром. Вот такие проявления возрастные. По словам участниц программы «Активное долголетие», эффект от йоги достигается достаточно быстро. Некоторые отмечают, что чувствуют себя намного лучше уже на втором занятии. Главное в этом деле – настрой и замечательный наставник. Очень хороший у нас преподаватель Сергей Петрович. Очень активно, доступно, доходчиво. Объясняет нам все позиции осаны. Я вообще желаю всем пенсионерам, которые вступили в «Активное долголетие», приходить сюда и заниматься. Гармоничная, наверное, наука. Она же очень древняя. И поэтому чувствуешь себя замечательно в нашем возрасте. И очень доступное обучение, очень комфортная, хорошая атмосфера. И все же Сергей Армашов разделил спортсменок на две группы. В первой – начинающие. Для них нагрузки более мягкие и плавные. Вторая группа уже – люди, которые занимаются давно. Некоторые вот прям со дня моего прихода сюда занимаются. Вот с ними, конечно, да, мы можем там сурин и маскар сделать. Это уже практика такая динамическая. Когда там положение стоя, положение лежа, да, вот переходы такие. Постигать древние практики может любой желающий. В Центре социального обслуживания «Домодедовский» занятия проходят три раза в неделю. А в летний период еще и на свежем воздухе. Легкий ветерок и пение птиц усиливает эффект от таких тренировок, считают участницы программы. И это прекрасный способ соединиться с природой и зарядиться ее энергией. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания.